МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости нашего города в студии Ирина Потехина. И вот некоторые темы выпуска. Они возвращаются. Финансовая пирамида МММ снова развернула свою деятельность в ноябрьске. Там, где не ступала нога человека, геодезисты отметили свой профессиональный праздник. И весна во всей красе. В ноябрьске прошел традиционный конкурс красоты. На Ямале расходы на оплату ЖКУ выросли в среднем на 7%. Такие данные сегодня приводит Департамент энергетики и ЖКХ округа. Хотя далеко не все стали тратить на оплату коммуналки больше. Незначительное повышение почувствовали жители тех домов, которые не оборудованы общедомовыми приборами учета. Ранее до введения норматива плата за общедомовые расходы им не начислялась. А с 1 января этого года, когда объемы общедомового потребления были утверждены законодательно, у людей появились дополнительные строчки в расчетках. Отмечу, для жильцов тех домов, где общедомовые приборы уже были установлены, оплата осталась на прежнем уровне. Они появились в тех домах, которые не оборудованы общедомовыми приборами учета и полностью оборудованы индивидуальными приборами учета. Раньше, до вступления в силу 354 правил, данная плата не начислялась. А сейчас она начисляется. Плата возросла примерно от 1 до 7%. В некоторых муниципальных образованиях плата снизилась. Массового всплеска, конечно, недовольства граждан у нас нет. Обращения, конечно, есть. Со всеми обращениями работаем. Работает и государственная жилищная инспекция округа, и наш департамент, и муниципалитеты работают. В общем-то, как бы в таком довольно-таки оперативном режиме постоянно обрабатывается информация. МММ снова в ноябрьский. В нашу редакцию обратился один из жителей города, на мобильный телефон которого пришли СМС-сообщения с рекламой финансовой пирамиды. Подробности в рубрике «Новости наших горожан». Отправителем текстового сообщения значится господин Мавроди. Оператор связи, с которым мы связались, чтобы выяснить, как вышло, что номер телефона подвергся атаке пирамиды, заверил нас, что это исключительная случайность, и отправители подобного рода сообщений номера, как правило, набирают наугад. Ну а сам текст СМС-сообщения сулит стопроцентную прибыль от вложения средств в финансовую пирамиду. Насколько это соответствует действительности, неясно. Добавлю, по данным полицейских, пока никто из жителей Ноябрьска не обращался в правоохранительные органы с жалобами на МММ. Жалоб на невыплату заработной платы в Ноябрьске до сих пор много. На сегодняшний день работодатели задолжали своим сотрудникам почти 12 миллионов рублей. Такие данные привел Департамент экономики администрации города на очередном заседании антикризисного штаба. Однако, как говорит статистика, гораздо больше они должны пенсионному фонду. 980 предприятий недоплатили страховых взносов на сумму почти 400 миллионов рублей. 44 из них должны ведомству свыше 500 тысяч, 7 уже на грани банкротства. А вот с уплатой налогов ситуация гораздо лучше. Сегодня юридические лица и индивидуальные предприниматели должны городу 56 миллионов 600 тысяч рублей. Это лишь полтора процента от суммы уплаченных налогов. Добавлю, она составила свыше 3 миллиардов рублей. Как правильно заполнить декларацию, в какие сроки ее необходимо предоставить, как получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами? Ответы на все эти вопросы горожане смогут получить 15 и 16 марта. Налоговая служба проводит дни открытых дверей. Также все желающие смогут прямо на месте подать декларацию по НДФЛ при наличии необходимых сведений и документов. Повторюсь, двери налоговые для консультации будут открыты два дня. Завтра с 9 до 20 часов, в субботу с 9 утра до 16.45. Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект, ужесточающий ответственность за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Согласно документу, пойманный в первый раз нетрезвый водитель должен будет заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. В случае повторного задержания размер штрафа увеличивается до 50 тысяч рублей, а верхняя планка штрафа достигает 200 тысяч. Также закон устанавливает нижний порог уголовной ответственности за подобные преступления. Так, если в результате вождения в пьяном виде по вине водителя случается ДТП, в котором есть пострадавшие, ему будет грозить от 2 до 7 лет лишения свободы. А если по вине пьяного в ДТП погибли люди, то наказание предусмотрено от 4 до 9 лет лишения свободы. Добавлю, это пока только первый этап принятия закона. Несладко в скором времени придется и любителям быстрой езды. Автолюбителям, превысившим установленную скорость движения транспортного средства в 2 и более раза, может грозить лишение прав на срок от года до 2 лет. Мера эта, по мнению инициаторов нового законопроекта, необходима, поскольку по статистике как минимум 30% аварий происходит именно из-за превышения скорости. Сервисной буровой компании назначили управляющего. Имя нового руководителя лично объявил президент РУЭнерджи Групп Азад Бабаев, который специально для этого приехал в Ноябрьск. Им стал Вячеслав Тарабрин. До настоящего времени он занимал должность первого заместителя управляющего СБК. Свой трудовой путь в Тарабрин начал с помощника-бурильщика при Каспийской нефтегазоразведочной экспедиции в Казахстане. Затем был буровым мастером, потом начальником казахско-китайской буровой компании «Великая стена». В СБК Вячеслав Тарабрин пришел в 2012 году по приглашению у Заира Алдерова. Напомню, прежний руководитель Узаир Алдеров и его заместители Сергей Исаев и Игорь Сыганков трагически погибли во вторник, возвращаясь из служебной командировки. Они составляют карты, прокладывают дороги, и без них немыслимо появление городов в принципе. Свой профессиональный праздник отметили геодезисты. Наш следующий материал о человеке, который своими глазами видел, как в безликой и далеко не гостеприимной тайге вырос наш Ноябрьск. От первых поселков до нынешних многоэтажек. Слово Кириллу Мигелю. Пунктирные, кривые, просто точки и совершенно непонятные большинству цифры. Вот так выглядит геодезическая карта. Сколько подобных за свою жизнь составил Александр Леонтьев, сосчитать невозможно. Специалист с 30-летним стажем своими глазами видел, как некогда простой рабочий поселок превращался в настоящий город. Да что там видел? Он сам принимал в его возведении непосредственное участие. Едва ли не с первым десантом Леонтьев приехал на Ноябрьскую землю. Вот с этого момента началась съемка на расширение территории подстроительства микрорайонов, промзоны и съемка вообще всех прилегающих поселков соответственно. За 30 лет работы, рассказывает Александр Леонтьев, он прошел расстояние примерно как от Москвы до Владивостока, по болотам и сугробам. Из ориентиров только компас. Ведь это именно он должен был составить первые карты мест, куда не ступала нога человека. Хотя геодезистом он никогда становиться и не думал. Изначально хотел быть энергетиком, но не поступил в университет. Пришлось идти в техникум, выбрал первую попавшуюся профессию. Да так в ней и остался. Вот молодой специалист приезжал, его прикрепляли к кому-то помощникам. И он три года с ним как бы работал. После этого только разрешали, если, допустим, исполнитель говорит, что он сможет работать самостоятельно, то ему говорили, да, я год только проработал и на следующий год поехал самостоятельно. Но я об этом очень горько пожалел, конечно. Истории о том, как работали в далекие 80-е, хранят пожелтевшие фотоснимки. Таежная зорь, северная природа, словом, романтика. Но это для обывателя. Люди, которые отдали профессии не один год, говорят, работа геодезиста – тяжкий труд в нечеловеческих условиях. Летом в местных лесах не давало продохнуть мошкара. Зимой здесь, мягко говоря, не жарко. Привалы устраивали прямо в сугробах, выкапывая яму до промерзшей земли. На обед – сухари да тушенка. И жить так приходилось по полгода. Он и сегодня иногда выходит, так сказать, в поле, чтобы не терять форму. Это сейчас все относительно просто. Технологии шагнули далеко вперед. А когда-то, говорит геодезист Леонтьев, рисовать карты приходилось вручную. Сейчас уже на порядок выше. Даже не на порядок, наверное, но более чем на порядок. Плюс еще также есть и GPS-навигаторные приборы, которые довольно-таки в высокой точности. Там уже через спутники тарелочка также ставится на точку. И ты получаешь измерение на нее в очень высокой точности, до миллиметров. И так всегда по жизни со знаком качества. Сегодня за многолетний добросовестный труд и по случаю профессионального праздника Александр Леонтьев удостоен почетной грамоты председателя городской думы. Ваш коллектив всегда на виду. У вас сегодня достаточно молодой энергичный руководитель. Я думаю, успехи ваши всегда будут значительны. И без, наверное, 171-й экспедиции вряд ли можно представить историю города Ноябрьска как такового. Ну и нашего региона в целом. Кирилл Мигель, Александр Иванов. Новости нашего города. Далее коротко о том, что на этой неделе для своих читателей подготовили корреспонденты газеты «Слово нефтяника». С начала года при обращении в больницу пациентов стали просить написать заявление о его прикреплении к данному медицинскому учреждению. Многие горожане недоумевают, зачем это нужно. Корреспонденты СН разбирались в новом приказе Минздрав соцразвития в материале на первой полосе номера. Филиал «Новый порт» компании «Газпром нефтеразвитие» представил в Салехарде проект арктического терминала отгрузки нефти. Согласно проекту, отгружать черное золото будут круглый год. Объем отгрузки составит около 500 тысяч тонн в год. Подробности в материале на пятой странице номера. Далее в программе новости спорта. Ответная игра между ноябрьской «Газпром нефтью» и новоуренгойским «Ямалом» получилась очень драматичной, с невероятно закрученным сюжетом. В первом тайме подопечные Марата Обжелимова в течение семи минут легко ушли в отрыв. 3-0. И, похоже, на этом успокоились, решив, что соперник сломан. Однако гости так не считали и уже к перерыву счет сравняли. 3-3. Я не знаю, который раз уже самоуспокойность какая-то. 3-0. Решили, что игра будет легкой, такой же, как и вчера. За это поплатились, расслабились. А затем уже перестраиваться трудно, а соперник, наоборот, почувствовал вкус голов, вкус игры. Во втором тайме «Газпром нефть» добавляет и усиливает давление на ворота соперника. «Ямал» отбивается и пытается играть на контр-выпадах. Это у гостей получалось великолепно, и к середине тайма счет был уже 6-3 в их пользу. К чести хозяев они не дрогнули, а засучив рукава, бросились в погоню и почти отыгрались, сократив разрыв до минимума 5-6. Однако очередной выпад «Ямала» и на табло уже 5-7 за 4 минуты до финальной сирены. «Газпром нефть» в концовке матча идет на отчаянный штурм и ликвидирует отрыв в два мяча. 7-7, а за 30 секунд до сирены Игорь Горлин решается на удар с острого угла, и, к счастью для хозяев, вратарь гостей был не готов к этому выстрелу. 8-7, тяжелая волевая победа «Газпром нефти». В раздевалке был серьезный разговор. Команда, наоборот, должна была выйти и разорвать соперника. Получили три мяча. Команда оказалась в легком, не в легком, а в тяжелом нокдауне. Приходили в себя, пришли в себя, проявили характер, волю к победе. И одержали очень-очень трудную победу. Пусть и не без нервотрепки, но ноябрьцы в очередной раз взяли так необходимые им три очка и продолжают лидировать в подгруппе. А 23 и 24 марта болельщиков ждет очередное ноябрьское дерби между местными дружинами «Газпром нефть» и «Вираж». Алексей Попов, Артур Кабаневский, Виталий Харченко. Новости нашего города. В четвертом матче хоккейной серии плей-офф Омскому Вангарду наконец-то удалось прервать череду своих поражений и обыграть в гостях Челябинский трактор. С самого начала встречи ястребы завладели инициативой и начали методично обстреливать ворота соперника с различных дистанций. В итоге за первую двадцатиминутку сибиряки нанесли вдвое больше бросков, чем уральцы, но счет оставался прежний. 0-0. Второй период не изменил соотношение сил, но на этот раз Сергею Калинину удалось выкатиться один на один и обыграть, казалось бы, непробиваемого вратаря челябинцев. А еще через три минуты уже Дмитрий Семин реализует хоккейный булит. 2-0. Впрочем, за десять минут до конца третьего отрезка игры трактору удается вернуться в игру и счет становится скользким, как и лед на уральской арене. 1-2. Хозяева идут на отчаянный штурм и, пытаясь спасти игру, снимают голкипера, чем умело воспользовался Томаш Заборский, отправивший шайбу в пустые ворота. С четвертой попытки «Авангард» все-таки заглушил трактор. 3-1 в матче и 1-3 в серии, которая теперь переезжает в Омск, где ястребы по-прежнему не имеют права на ошибку. Лыжню малышам. Сегодня прошли соревнования для самых маленьких жителей города. На лыжи встали мальчишки и девчонки из детских садов. Всего 17 команд, по 6 человек в каждой. Соревнования проходили в виде эстафеты, где каждому ребенку нужно было преодолеть 100 метров. В итоге первое место завоевали воспитанники «Росинки». Я стал первый раз на лыжах, но так люблю на лыжах кататься. Но тяжело, конечно, было. Я за дофини зашел, а потом упал. А так не падал. Я очень люблю заниматься лыжами, буду заниматься дальше. Занятия у нас проходят в хорошую погоду. Всегда на улице мы занимаемся лыжной подготовкой. На базе нашего детского сада есть лыжная, лыжня, вернее, которую мы готовим вместе со своими детьми. И когда тепло, мы всегда на улице на лыжах. А в хорошую погоду, если еще и выходной, то приходим вместе с родителями, со своими воспитанниками на лыжную базу. И последнее. Сегодня в ноябрьске выбрали «Мисс весну». Уже ставший традиционным конкурсом среди студентов прошел в молодежном центре «Современник». Для участия в нашем конкурсе были выбраны самые достойные представительницы средних профессиональных и филиалов высших профессиональных учебных заведений нашего города. Десять представительниц прекрасного пола из пяти учебных заведений города – филиала Тюменского госуниверситета, Ноябрьского института нефти и газа, филиалов Уральского федерального университета и Ямальского многопрофильного колледжа, а также Ноябрьского колледжа профессиональных и информационных технологий выясняли, кто все-таки достоин звания «Мисс весна». Каждая девушка должна была принять участие в трех конкурсных заданиях – визитка, дефиле и группа поддержки. Причем последнее задание болельщики готовили без участия самих конкурсанток. По итогам всех испытаний победительницей стала Мариана Калинина, студентка Ноябрьского института нефти и газа. Это была завершающая информация выпуска. Прогноз погоды через несколько секунд. А я желаю вам всего самого доброго и до свидания. Партнер программы – магазин «Подис Антверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть» – надежный ориентир. 15 марта в Сельхарде без осадков. Ветер северный, температура 23 градуса ниже нуля. У Муравленка переменная облачность. Ветер западный до 3 метров в секунду. Температура минус 22 градуса. В Ноябрьске облачно с преснениями. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Температура 19 градусов мороза.